Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, я представлюсь Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. У нас тематика занятий будет посвящена экономическим проблемам России и СССР. И будем мы рассматривать эти экономические проблемы с точки зрения экономического учения Маркса. Ну, напомню, что марксизм состоит из трех составных частей, или трех моментов, если быть более точным. Это диалектика, философия, экономическое учение, политическое экономия и научный социализм. Не буду оригинален, скажу, что политическое экономическое учение Маркса – это охватывает базисные отношения. Вы помните одно из основных положений исторического материализма, что общественное бытие определяет общественное сознание. Поэтому экономические отношения, а именно эти отношения рассматриваются политической экономией, является базисной, которая определяет все остальные – идеологию, политическую настройку и прочее, прочее, прочее. Ну, а главное произведение марксизма – это тоже, вы, наверное, знаете, капитал. Капитал, который состоит из трех домов, и в котором рассматривается в системе производственные отношения капиталистического способа производства. Ну, общая история знает у нас пять способов производства или пять систем производственных отношений. Это первобытный общинный коммунизм, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и коммунизм, ну или социализм, как его первая фаза. Ну, первые три отошли в историю, а сейчас у нас, как говорится, налицо капитализм и социализм, между которыми идет борьба. И вообще характер нашей эпохи – это эпоха перехода от капитализма к коммунизму во всемирном масштабе. Итак, некоторые организационные вопросы. Вам нужно будет написать контрольную работу. И на следующем занятии у нас будет семинар, на котором мы обсудим ответы ваши, ответы тех, кто занимается дистанционно. И обсудим ряд других вопросов, которые открылись. Назреют, будут не созвучены и потребуют обсуждений и ответов. Вопросы к занятиям уже должны быть вывешены в СДО. Там же дан список литературы. Ну вот «Капитал Марса», первый том, представляете, вот такой, по тысяче страниц, второй том чуть потоньше, и две книги третьего тома более в тысячи страниц. Конечно, нереально все это изучить на одном занятии, или тем более двух. И такая задача не ставится. Ставится задача обсудить какие-то отдельные вопросы и марксовой теории, и как, скажем, она объясняет современную ситуацию. А так, основная большая задача – это самостоятельное изучение марксизма. Значит, список литературы. То есть «Капитал Маркса» первый. Затем работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». И работа современных экономистов, которые развивают марксизм и ленинизм. Вписок литературы также вывешен под вопросами системно-дистанционного обучения. Я могу пустить передам. Где найти эту литературу? Ну, я думаю, что «Капитал Маркса» и произведения Ленина вы найдете в интернете без проблем. Остальные работы вывешены в библиотеке наших сайтов. Сайтов фонда рабочей академии, прежде всего. Я думаю, вы там найдете. Или также в интернете можно будет найти. То есть, по организационным вопросам есть какие-то замечания? Ну, тогда давайте начинать. Вот я долго думал, как бы немного изменить и лекцию, и семинарское занятие, поскольку у нас уже 10 лет функционирует Красный университет. Как всегда, висит над преподавателем известная поговорка, что он по своим грехам и конспектам читает одно и то же. Вот как вот не читать одно и то же, скажем, некоторые основополагающие положения экономической теории марксизма? Ну, как вот без них обойтись? Что такое товар, стоимость, что такое прибавочная стоимость, законно-капиталистическое накопление и так далее и тому подобное. Или основные положения работы Ленина, империализм как высшая стадия капитализма, никак не обойтись. Поэтому можно только как-то привязать к вопросам современности. Ведь у нас что сейчас в стране? Капитализм. Капитализм. Капитализм как способ производства или как система производственных отношений. И раскрыл законы и противоречия функционирования капитализма как раз маркс-капиталь. Поэтому мы будем возвращаться к некоторым таким ключевым положениям марксовой теории и пытаться рассмотреть те проблемы, которые есть в нынешней России. Ну, кроме капитализма же, так сказать, нашей истории на этой коммунистке, в первой фазе, то есть был сначала переходный период после 1917 года от капитализма к коммунизму, который закончился строительством социализма где-то в середине 30-х годов. Затем наступила первая фаза коммунизма и где-то вот до 1931 года, когда произошел контурационный переворот, начался обратный процесс, переходный период от коммунизма к капитализму, и который завершился через 30 лет, ну, становлением, уже, так сказать, полностью капиталистических и производственных отношений в нашей стране. ну, и сопутствующими обстоятельствами распадом, скажем так, расколом СССР на группу отдельных государств тоже капиталистических, ну, и возвратом части бывших социалистических стран тоже в луно капитализма. Ну, вот совсем недавно у нас составились выборы в Государственную Думу, и уж совсем на днях, уже перед вновь изданными депутатами Буржуазной Думы выступал высшее должностное лицо, так сказать, нашей иерархии, президент, который заявил, что главный наш враг, угроза для стабильного развития, это низкие доходы граждан, миллионов наших людей. Ну, вот я думаю, давайте-ка мы обсудим вот это вот заявление, потому что это же не последний человек, это главное должностное лицо в иерархии буржуазной системы власти. И вот рассмотрим это заявление и позицию в целом правящего класса буржуазии по этому вопросу и те вопросы, которые будут вытекать из этого, так сказать, заявления. Ну, а с чего мы начнем? Ну, вот низкие доходы граждан – это главная проблема нашей современной России. Ну, можем мы сходу сказать, что это неправильно. Не можем. Не можем, конечно, совершенно верно. Другое дело, что мы должны, скажем, все это рассмотреть, обсудить, так сказать, со всех сторон, потому что много чего не договаривается, много чего вот черное выдают за белое, наоборот. Поэтому обсудим, да, с этого. И этот вопрос с него начнем. Итак, доходы. Ну, доходы граждан складываются из двух компонентов в основном. Обычный граждан – это заработная плата, как основной вид доходов, и какие-то различные выплаты или прочие доходные источники. Но заработная плата – это основной компонент, источник доходов наших граждан. Причем среди граждан мы будем брать того – трудящегося. А поскольку капитализм у нас, то у нас два основных класса формируют капиталистическое общество. С одной стороны, это рабочий класс, как созидатель всех богатств, главная производительная сила. С другой стороны, ему противостоит класс дуржуазии, класс капиталистов. Трудящиеся в широком плане, кроме рабочих, есть еще те, кто трудятся, есть наемные работники, более широкое понятие, те, которые выполняют различные условия за пределами непосредственно материального производства, но тоже оказывают необходимые действия. Итак, вот буржуазная статистика дает цифру, самая свежая, последняя, смотрел я вчера, что средняя заработная плата в Российской Федерации – 55 170 рублей. Но для Санкт-Петербурга – более 72 тысяч. Вот отчитались. Вот первый вопрос. Много это или мало? А медианная? Достаточно ли это, чтобы нормально жить или нет? Второе. Вот средняя. Любит буржуазная статистика средней цифры. Вот куда ни киим, везде средней. Причем напридумывались только, там и десанты медианная средняя зарплата и прочее, прочее, прочее. Но что такое средняя, вы все знаете, как известного анекдота, средняя температура по больнице. У кого-то 35 он при смерти, у кого-то под 40. Тоже при смерти, но средняя 36,6. Ну, здесь можем посчитать. Но если у нас, скажем, капитализм, два класса с противоположными экономическими интересами. Возьмем маленький пример. Вот генеральный директор какого-то предприятия, собственный капиталист, получает миллион рублей в месяц. Ну, немного, пускай 10 работников получают, а не по 20 тысяч. Сколько будет средняя зарплата? Ну, больше 100 тысяч. 110 тысяч. Ну, вроде так, неплохо, в два раза выше того, что здесь вот пишут. Но это средняя. Кто-то еле-еле вводит концы с концами, а кто-то получает очень большие деньги. Вот это первое. Второе. Ну, с чем мы можем сравнивать? Что буржуазная статистика – это замечательная статистика в кавычках. Поскольку я буду приводить сегодня примеры. По ходу дела они переворачиваются на 180 градусов, такие совершают кульбиты, что даже не может понять, как это вот они такое получают. Что она дает? То есть, современная буржуазная статистика. Это вы можете данные найти. Есть такой ведомства, называется Росстат. Полное название – Федеральная служба государственной статистики. Итак, первое. Прожиточный минимум дает. Здесь такой термин, такое понятие. И цифры дают. На 2021 год прожиточный минимум по России – 11 653 рубля. Для трудоспособного населения – 12 700 рублей. Для пенсионеров – 10 000. И еще 22 рубля. Ну, что такое прожиточный минимум? То есть, вот наша власть оперирует этим понятым. И к нему многое привязывается. Уже можете догадаться по слову «минимум». Минимум для чего? Для того, чтобы прожить. То есть, это тот минимум денежного выражения, ниже которого человек просто умрет. Не проживет, совершенно верно. А прожиточный минимум до недавнего времени опирался на некоторые расчеты. Назывался потребительская корзинка. Минимальная потребительская корзинка. У нас времени просто нет. Вы можете полюбопытствовать, зайти в интернет, набрать. Он вам выдаст достаточно много ответов. Они, как правило, правильные. То есть, минимальная такая потребительская корзинка – это набор продуктов питания, набор одежды, какая-то цифра для оплаты коммунальных услуг. По минимуму. По такому минимуму, чтобы не умереть с головы, по-крусски говоря. Сами можете прикинуть, что в 11 тысяч можно было уложить. Тем более, там надо было оплату коммунальных услуг. Берется 18 метров квадратных. Это все равно будет несколько тысяч рублей. У нас же одежду какую-то. Не в лохмотье же ходить. Ну, а что остается на питание? Основные, да? Картошка, хлеб, подсолнечное масло, пару яблочек и так далее. Порошки. Наверное. Совершенно верно. Вот сейчас, поскольку это било в глаза, у нас многие показатели, в частности, это есть такой минимальный размер оплаты труда. Есть такой показатель, мы не будем останавливаться. Он численно почти равнялся, немного разнился от минимальной прожиточного минимума. Ну, сейчас почти его подогнали. А на него завязаны многие выплаты. На производстве, социальные выплаты и так далее. Так вот, сейчас от потребительской корзинки отказались, ушли. Почему? Ну, потому что бьет в глаза. То есть, на что ориентируется современное российское капиталистическое общество? Ну, до дневнального времени. На то, чтобы вот есть минимумы, давать от него операции, вот как-то вот. Ну, если минимум прожиточный 11 653 рубля, да, скажем, средняя заработная оплата 55 тысяч, а какая реальность, если мы возьмем рабочих? Вот до недавнего времени статистика давала заработную плату по видам специальностей. Последний раз это было, ну, году, по-моему, 17-18, после этого и рабочих-то урали. Ну, вот я запомнил эти цифры. Значит, средняя заработная плата квалифицированных, высококвалифицированных рабочих была 36 тысяч рублей, а малоквалифицированных 18 тысяч рублей. Причем количество, численность малоквалифицированных рабочих, она больше 10 миллионов человек, в семье получается огромная, скажем, огромная цифра. То есть, получая заработную плату немногим более минимального, вот этого, прожиточного минимума. То есть, люди еле-еле сводились в концерт. Поэтому, чтобы скрыть это дело, выкинули. Вот на Западе процветающим используют другое, используют так называемую медианную заработную плату. Не будем даже погружаться в это дело. Медианная заработная плата, вот берут 50% те, кто получает выше, и 50% те, кто получает ниже, вот этой цифры. И к ней теперь привязывают. Но за этими цифрами, а медианная, это тоже определенная средняя цифра, можно скрыть вот эту реальную картину. Вопрос. Вообще, на что нужно опираться? Ведь мы можем критиковать капитализм как несправедливый строй, это действительно правильно, как строй эксплуатации. Когда капиталисты, собственники средств производства, выкачивают, высасывают из рабочей прибавочную стоимость. Но все равно, с другой стороны, капитализм, то есть форма развития производительных сил. Причем более высокая, чем предшествующие формации. Феодализм, рабовладение. А раз это форма развития производительных сил, значит эти вопросы как-то в известной степени должны решаться. А куда человечество идет? Поэтому ответить на этот вопрос можно так. Вообще мы должны к чему стремиться? К нормальному существованию рабочих, членов его семьи, трудящихся. А что такое нормальное существование? Ну, наверное, здесь есть исторические, социальные, географические и прочие компоненты. То есть нормальное существование, если мы возьмем питание, это не картошку есть, капусту и подсолнечное масло, и хлеб, и макароны, как вы сказали. Наверное, питание должно предполагать научно обоснованное потребление жиров, белков, углеводов, каких-то... По-моему, акционно и сбалансировано. Совершенно верно. Если коротко сказать. С другой стороны, это только питание. Вот какое историческое компонент. Наверное, сейчас без телефона мобильного мужа нельзя жить. Это обычный, естественный, нормальный элемент нашей жизни, который характеризует нормальное вот это существование рабочего семьи. Квартира нужна? Нужно ни в шалаше же, ни в землянке жить, ни в бараке. Лебедь хоть какая-то в квартире нужна, не на полу же спать. Бытовая техника и многое, многое, многое другое. Так вот, денежное выражение стоимости средств существования, нормального существования рабочего и его семьи воплотилось в категорию стоимость товара рабочая сила. Вот одна из таких важных, из узловых категорий капитала Маркса. То есть стоимость товара рабочая сила. Это не та заработная плата, которая висит на объявлениях, на заборах или в интернете. Вот, приходите к нам, будем выплачивать вам 50 тысяч рублей. Это не стоимость товара рабочей сила. Стоимость товара рабочей сила, еще раз повторяю, это стоимость средств существования рабочего и его семьи, нормального. А какая семья? Ну опять-таки, сколько должно быть человек, ну муж, жена, сколько должно быть детей? Чтобы страна не вырождалась, совершенно верно, 3 человека, это минимум. Чтобы страна не вырождалась, а развивалась. Значит, 5 человек. Так вот, какая цифра соответствует в денежном выражении нормальному существованию семи из пяти человек? Без излишеств, без каких-то восков и так далее. Эти расчеты были произведены впервые в 2007 году докерами морского порта Санкт-Петербурга. И молодцы. У них есть сильнейший профсоюз. Мощные выступления коллективные есть, видите, коллективный договор. Много-много-много. Будет время, мы об этом поговорим. Так вот, на сегодняшний день стоимость товара рабочая сила в России, она колеблется, в зависимости от ряда условий, от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Месяц. Одного челями семья? Нет, на семью. Здесь какие важные компоненты? Два. Первое. Один человек работает в семье или двое? Поскольку три ребенка, соответственно, супруга, ну, супруга, должен сидеть, да? Находить в декретном отпуске, это лет 10 лет. Поэтому здесь речь пока идет не о заработной плате, а о стоимости товара рабочей силы, то есть нормального существования этой семьи. И второе. Все, конечно, зависит еще от специальности и прежде всего от географии. Потому что главный компонент, я вот дам потом газетке, вы посмотрите, ну, даже можете прикинуть, какой основной, так сказать, ну, основной элемент затраты стоимости рабочей силы. Это оплата квартиры. Конечно, совершенно верно, совершенно верно. Потому что стоимость жилья, вы все знаете, как у нас в Ленинграде. Какой у нас путь? Ну, у нас два пути, получается, людей. Наследство и ипотека. Наследство, что сказать? Наследство и ипотека. Ну, жилье получать. Много у нас людей получает наследство такого размера, чтобы купить квартиры. Ну, какие-то получают, но это единицы, они не играют никакой роли. Бабушка. Я с предскровью могу сказать, что у нас два, получается, основных метода получения жилья. Первое, это ждать, когда умрут бабушки, дедушки твои, не знаю их, родители. И ты переедешь туда, в квартиру, которую получили еще, кстати, в СССР, бесплатно. Это если у тебя еще братьев нет, с твоих сестрами. Да, совершенно верно. А второй путь, путь один. Ну, накопить, наверное, нереально. Это взять вот такую веревку, намылить, вот так повесить на шею и туда потолок. Да, под названием кредит. Ну, вот это единственный путь. Несмотря на то, что буржуазное государство придумывает программы, есть какие-то программы, которые чуть-чуть смягчают эту удавочку. Ну, я бы сказал так, что намыли бы ее, чтобы легче скользило. Я с иронией говорю, с прискорбой, но, к сожалению, это так. Вы знаете, вы можете зайти на любой сайт любого банка, обратил ипотека, там есть кредитные калькуляторы, набрать необходимые цифры, он выдаст ежемесячный платеж. Сколько у нас будет в Ленинграде, в Санкт-Петербурге? А почему двухкомнатная? 18 метров. А почему по минимуму? Игенические нормы. Я несколько раз говорил, стоимость рабочей силы подразумевает, предполагает нормальное существование. Семья из пяти человек. Двухкомнатные квартиры – это нормальное существование? Мало. Мало. Вот докеры посчитали и взяли трехкомнатную квартиру, хотя с точки зрения, наверное, уже современных требований, и это уже мало. Должны быть шести комнатные. Да. Ну вот, пока мы останавливаемся на трехкомнатной, ну сколько, ну не меньше, ну не 50 тысяч в месяц, правильно? Меньше. Не меньше. Вот основная, так сказать, львиная доля стоимости рабочей силы получает с квартирой. Ну а стоимость квартир по России разная. Конечно, Москва и Ленинград – там колоссальный ценник, в областных центрах поменьше, там в районах еще меньше. Поэтому различия будут только такие. Вот что у нас? Поэтому первое задание – вот на досуге посчитать стоимость рабочей силы по своей специальности, может, там в своем городе. Периодически в газете «Народная правда» в разных спецвыпусках публикуем расчет стоимости товара рабочей силы. Я вот сейчас включу по рядам. В газете «Народная правда» первый номер за этот год, спецвыпуск за рабочее дело. «Опубликован расчет стоимости товара рабочей силы для города Нефтекамска». Сделал товарищ Эльдорубеж, слушатель уже второго отделения Красного университета. Вот он закончил первый курс, получил диплом и решил продолжить свою работу. есть по Белгороду тоже газете «Народная правда». Товарищ Осташенков сделал. И какая там цифра получается по Нефтекамску? Так, 311, 156. Вот, 311, 156. И причем, да, я цифру называл это как бы на руки. Мы еще должны учитывать, так называемую, чистую и грязную заработную плату с учетом налога на доходы физических лиц. То есть на 13% она повысится. Ну вот по Нефтекамску получается 353 тысячи в месяц. С учетом двух работающих, 187 тысяч на одного мужа и жену. Так, это вот Нефтекамск. Так, газета «ДПО», правда, круто. А, вот расчет стоимости рабочей силы работников Горэлектротранс Санкт-Петербурга. Был в прошлом году. Тоже получается 360 тысяч рублей. Так что я весьма занизил еще. Пожалуйста. Ну, в интернете, на сайте фонда «Рабочая газета», фонда «Рабочая академия» вы можете найти эти номера газет и, скажем, внимательно посмотреть. Итак, это первое. Время неумолимо бежит. Ну а что, одни только потребления продуктов питания, вот одеться, жить, так сказать, ограничиться жизнь человека. Образование. Образование в правильном направлении. Если более широко взять, то есть не только обеспечить богосостояние. Самореализация. Совершенно верно. Самореализация как личность. Или иначе говоря, это свободное всестороннее развитие всех членов общества. Ну как без этого обойтись-то? Конечно, никак. Что только в одна работа, с работы пришел домой на диван, спать и снова на работу? Нет, конечно. Мы же должны развиваться, и человечество развивается. Вот второе, скажем так, элемент, очень важный, который на сегодняшний день, вот из уст наших лидеров, вообще лидер в статье буржуазного государства, а не наших, вообще исчез. Он не упоминается. Но без этого, конечно, нельзя. Но как здесь быть? Ну хорошо, предположим, вот буржуазное государство еще не все закрыло у нас. Театры, музеи, библиотеки, дворцы спорта, бассейны и так далее. Даже год еще строят. Вот они стоят. А что нужно, чтобы заниматься этим? Здесь есть какие-то пределы развития? Нет. Ну, время как-то нет. Какое время? Свободное. Совершенно время. Нужно свободное время. Откуда оно получается, свободное время? За счет того, что нужно сокращать рабочее время. Потому что не будет свободного времени и не будет никакого развития. Вообще не будет возможности развития, даже при наличии, если будут стоять помещения, где можно будет заниматься и спортом, и искусством, и прочее, прочее, прочее. Какая у нас здесь ситуация была? Ну, давайте посмотрим историю нашей страны. Ну, почему, кстати, водораздел, вот это, был 17-й год. Ну, при царизме, знаете, рабочий день был 11 часов и 10. Ну, по статистике, я могу, скажем, привести, царской России, один с половиной часов. То есть неделю, можете сами посчитать, сколько было. В 17-м году одним из первых декретов советской власти был декрет о 8-мичасовом рабочем дне. То есть законодательство, законодательство, новая власть ввела 8-мичасовой рабочий день. В чем я отмечаю, это уже, как бы, постфактум узаконили то, что свершили, то, что сделали рабочие, которые явочным порядком устанавливали 8-мичасовой рабочий день. Насколько сократили рабочий день? 3,5 часа в день. Это же огромная, скажем, личина, огромная личина. Огромная личина. И в соответствии с целью социалистического производства, а цель социалистического производства, это обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То есть вот советская власть начала сокращать рабочий день. Уже с 1927 года был поставлен вопрос о переходе на 7-часовой рабочий день. А ведь чтобы сократить рабочий день даже на 1 час, даже на полчаса, вот что нужно сделать в стране, государству? Это же не просто так, вот я вот, меня брали президента, сделаю это доброе дело, напишу, подпишу указ, сократить рабочий день на стране на 4 часа. Уж ничего получится, все кость на кость пойдет, все экономика станет. Совершенно верно. То есть экономика должна развиваться, и советское государство обеспечило вот эти высочайшие темпы и рост экономики за счет роста производительности труда. Тоже один из важнейших показателей экономической теории, в том, что Марса, производительность труда, это что такое? Ну, буквально это выпуск, характеризует выпуск продукции в единицу времени. Есть обратный показатель, более точной, трудоемкость, сколько труда вкладывается в единицу продукции. Так вот, рост производительности труда будет означать, что в единицу продукции будет вкладываться меньше труда. И за меньшее количество часов, минут будет изготавливаться продукция. Соответственно, появляется экономическая возможность, посмотрев, базисная, не там, не с головой, а, так сказать, базисную машину, сокращать рабочее время, рабочий день. А если сокращается рабочее время, то есть возможность увеличивать свободное время. Что дальше? Дальше случилась война Великая Отечественная. Естественно, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное обстоятельство, рабочий день был снова увеличен, но после войны, после восстановления народного хозяйства, снова вернулись к семичасовому рабочему дню. А я также напомню, что в программе Российской коммунистической партии большевиков ставил вопрос о, безусловно, сокращении рабочего дня. И причем здесь есть какие-то вообще пределы сокращения рабочего дня? Почему семь? Нет, шесть, пять, четыре, три и так далее, и так далее. А что произошло дальше? Дальше произошел контрреволюционный переворот, и мы покатились в обратном направлении, в сторону капитализма. Вот 30 лет, с 61-го года по конец 80-х, начало 90-х годов, был переходный период от коммунизма к капитализму. Соответственно, все эти вопросы были выкинуты за борт. Или хотя, переходный период это такой, когда идет борьба, значит, расточенная, того и другого. какие-то попытки были, но они уже не имели, не носили системный характер. То есть, что было сделано в середине 60-х годов, во второй половине, по-моему, в 67-м году, если не ошибаюсь, перешли в пятидневные рабочие недели. Но при этом рабочий день увеличили на 1 час. Вместо 7 часов стало 8 часов. Законодательно закреплена была рабочая неделя 42 часа, потом сделали 41 час, но все равно 8 часов осталось. И вот сейчас у нас 30 лет уже капитализм, такой уже зрелый, махровый, хороший слово сказали, эпидет. Вот это 8-часовой рабочий день. Хотя в Трудовом кодексе о 8-часовом рабочем день ничего не говорится, там у нас сказано о рабочей неделе. Не более 40 часов. Но это по законодательству. А фактическое? Ну, давайте вот-вот вы правильно отреагировали. Давайте вернемся к первому вопросу. Ведь стремление нормальной жить существовать у всех существ. Как-то есть. Ну, как вот, если человек получает зарплату, вот я приводил, пускай даже высоко квалифицированный рабочий, 38 тысяч, ну, сейчас 40 тысяч. Семья, жена, трое детей. Что он делает? Вынужден делать? Вынужден делать. Идти подрабатывать. Вот он трудился в одном месте, ночью пошел, не знаю, заниматься частным извозом. Ну, а какому на развитие нужно идти? Что получается? Ну, так он тянет месяц, два, год, два, три, дальше-то что? Болячки идут, инвалидность и равнисты. Вот и вся жизнь. Кто остается при своих прибылях? Ну, класс капиталистов, конечно. Значит, поэтому, какая у нас реальная продолжительность рабочего дня? Ну, тоже удивительное дело. Еще лет пять назад, даже четыре года назад, были исследования, была статистика, и сейчас она как-то вот так тихонечко исчезла. Поэтому я до вас доведу то, что у меня есть. Институт социологии Российской Академии Наук проводил исследования фактической продолжительности рабочей недели в России. Ну, вот они дают 45,3 часа. Есть очень серьезная международная организация, называется Организация экономического сотрудничества и развития. Вы можете зайти на сайт, посмотреть. Они в 18-м году проводили обследование по группе стран по продолжительности, ну, по году брали, сколько человек и часов в год в разных странах. Так вот, Россия была на четвертом месте снизу, 1940 часов в год. Ну, можете отнять выходные, где-то получается 200, 210, 215 рабочих дней. Одно разделить на другое, получается 9,5 часов в день. По данным организации экономического официального не могу сказать их методологию, скорее всего, да. Если институт социологии, наверное, проводил какие-то опросы, то здесь, наверное, что-то скорее всего официальной данной. Хотя примеры того же капитализма есть. На первом месте стояла Германия. Значит, 1363 часа в год. Значит, меньше 7 часов в день у них получался фактический, фактическая продолжительность рабочего дня. Франция на втором месте там, 7 часов с небольшим. Ну, наиболее, так сказать, развитые страны капитализма. То есть, вывод какой, даже в условиях капитализма можно решать эти вопросы. Значит, в чем дело? Вот почему сквозь зубы признают представители, да, буржуазной власти? Вот, вроде, низкие доходы, но рабочие вообще не молчат, но как-то так вот нехотя, как-то так все это, что без дела? Наверное, в системе капитализма. Поэтому давайте рассмотрим. Вот такое центральное место, как Ленин говорил, краеугольный камень экономического учения Маркса, это теория прибавочной стоимости. То есть у нас капитализм, значит, центральное место занимает такое понятие, как капитал. Ну, Маркс, это и есть капитал, это научное понятие, самовозрастающая стоимость. Или, иначе, можно сказать, это производственное отношение между, так сказать, классом капиталистов и классом наемных рабочих. То есть что такое самовозрастающая стоимость? То есть вот мы сейчас начнем раскручивать как бы назад. Или давайте так начнем. Вот какая цель капиталистического производства? Цель социализма, точнее социалистического производства я уже озвучил. А какая цель капиталистического производства? Максимизация прибыли. Можно так сказать, да, получение прибыли. А что такое прибыль? Как научная категория? Неразделенный и облачный труб? Ну это вот перескать эти ступеньки. Значит я даю вам точную формулировку. Значит прибыль это превращенная форма прибавочной стоимости выступающая как порождение всего авансированного капитала. Я думаю можете записать можете не записывать. Давайте прокрученные превращенная форма прибавочной стоимости. есть эта форма прибавочной стоимости. Почему превращенная? Ну потому что она выступает на поверхности явлений в голове капиталистов как порождение всего капитала. У капиталиста есть денежки. Вот он решил заняться деятельностью полезной. Полезной с точки зрения капиталиста какая-то полезная открыть какое-то дело. Вот ему что нужно купить? Средства производства? Технику, оборудование, станки. С другой стороны нанять наемных рабочих. Вот это постоянный капитал, это переменный капитал. Он их соединяет, идет процесс производства. И в итоге ему идет прибыль. Хотя прибыль это форма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость это часть новой стоимости, которую создает наемный рабочий. Вот мы пришли к самой такой глубине. Вот стоят за станком рабочие, трудятся. Своим конкретным трудом они переносят стоимость средств производства на готовый продукт. Вот обрабатывают деталь. Вот была какая-то болванка, чушка, из нее получилась новая деталь. Вот он своим трудом, своими руками, головой перенес стоимость средств производства на готовый продукт. И своим абстрактным трудом создает новую стоимость. Это эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. Вот это тайна прибавочной стоимости, которая была раскрыта Марксом. Хотя до него и классики политической экономии тогда Витрикарда, Адам Смит об этом писали, но они нечетко это писали. Маркс совершенно все это четко однозначно раскрыл. То есть источник прибавочной стоимости это прибавочный труд наемных рабочих. А почему так получается, что трудится рабочий, наемный рабочий, создает прибавочную стоимость. То есть во-первых создает эквивалент стоимости рабочей силы своей, прибавочную стоимость, а они получаются чуть-чуть. Что такое, в чем здесь хитрость? А хитрость в этих капиталистических производственных отношениях. Вот если мы возьмем предшествующие эксплуатации, эксплуататорские общества, это рабовладение или феодолизм, там эта эксплуатация, вот она видна. Возьмем рабовладение, там есть средства производства, это мертвые, орудия, трое, и есть раб, который принадлежит рабовладельцу. Чем отличается от мотыги, там еще чего-то, от лопаты, нет, только тем, что говорит. Говорящие орудия труда. Поэтому все, что создают мертвые орудия труда и говорящие, все это принадлежит рабовладельцу. При феодализме там несколько по-другому. Вот есть феодальное поместье, здесь клочок земли крестьянина. Вот от стольки до стольки, там, понедельник, вторник, среда, четверг, крестьянин, поскольку он был крепостным и привязанным к земле феодалу, должен был отработать на феодалах. И все, что там было выручено и собрано трудом крестьян никому принадлежало? Конечно, я думаю. А все, что на клочке земли, пожалуйста, и то там налоги заплатили, но мы об этом не говорили. При капитализме вот этого ничего нет. Это свободное общество. Вот сейчас включишь телевизор, интернет возьмешь, там свободное, народное, демократическое, полное свободное. А в чем дело? А вот давайте разбираться. Что такое капитализм? Что такое капиталистическое производство? Ну, даю понятие. Многие говорят, многие слышали, что это эксплуатация. Мы к ней пришли сейчас. На самом деле, капиталистическое производство, это товарное производство на той стадии его развития, когда рабочая сила становится товаром. производство. То есть, в этом понятии пока никакой эксплуатации нет. Никакой присвоения прибавочной стоимости. Давайте разбираться. Это товарное производство, когда рабочая сила стала товаром. А товарное производство, как оно характеризуется? Вот это мир товаропроизводителей, которые сталкиваются между собой, обменивают, что-то производят, обменивают между своими товарами и так далее. Что есть у рабочего наемка? Способность труду. Труда еще нет, есть способность труду. Поэтому рабочая сила это и способность к труду. И с другой стороны, что он? Он свободный человек? Свободный. Он прикреплен к земле, к заводу какому-то? Нет. Он не является собственником характериста. Нет. У него есть паспорт. Гражданин Российской Федерации. Он с этим паспортом может куда захочет туда и поехать. Не нравится ему здесь в Ленинграде? Пожалуйста. Не нравится Новгород и так далее. Куда угодно. Но жить-то нужно. Семью кормить нужно. Самому нужно питаться, одеваться и так далее. И вот он идет, продает этот товар рабочая сила. Поскольку капитализм я еще раз напоминаю это товарное производство. И рабочая сила его является товаром. А кого из покупателей на этом рынке, рыночном хозяйстве интересует товар рабочей силы? Капиталисты владельцев средств производства. Потому что у него средства производства есть, но пока большая сумма денег, но без рабочей силы ничего не с вами делать. И вот формально, повторю формально, на рынке встречаются два равноправных товаропроизводителя. И что происходит? Происходит сделка купли-продажи, в соответствии с которой права на товар кому переходит? Тому, кто купил этот товар. Если вы пошли в магазин, вот мы сейчас прочитаем лекцию, вы пойдете, вы просветленные знаниями, пойдете в магазин и купите себе хлеба, батон, батон купите. Вы отдадете деньги, деньги тоже особый товар, вам дают батон. Вы купили, вы стали владельцем этого товара. Значит, кто распоряжается этим товаром? Вы как хотите, хотите скушайте, хотите отдадите другому, хотите домой принесите, хотите выгнете, это ваше дело. Поэтому, когда на рынке встречаются с одной стороны владелец рабочей силы товар и капиталист, владелец денег, они заключают сделку. Значит, рабочий продает свой товар, рабочую силу, способность трудиться. Кто ее покупает? Капиталист. Раз он ее купил, значит, он полностью распоряжается этим товаром. Ну, полностью не до конца жизни, на какой-то срок. Правильно? Вот там подписали трудовой договор, может быть, бессрочный, может быть, срочный контракт. На рабочее время? Конечно, на рабочее время. Причем законодательцам, буржуазным законодательцам ограничено 8 часов в день. но вот эти 8 часов в день капиталист полностью распоряжается. И что он делает? То есть, он соединяет средства производства, принадлежащие ему на заводе, с рабочей силой. И рабочий работает под контролем капиталиста, либо его представителя, это уже дело десятое. И самое главное, результат труда рабочего кому принадлежит? А почему? Потому что он, наверное, продал. Правильно. Потому что он купил, пускай на время, но именно на это время он купил товар рабочей силы. И он пользуется этим товаром. Соответственно, все, что производится этим товаром рабочей силы, он принадлежит капиталисту на основе в полном соответствии с экономическими законами капиталистического товарного производства. Ну а юридические законы, они как бы освещают уже вот эти глубинные экономические законы. То есть потребление в течение дня рабочей силы приносит капиталисту что? Ну весь продукт. Рабочий трудится под надзором капиталиста, на принадлежащих ему средства производства, производит товар. И в этом товаре заключена новая стоимость. То, что рабочий приложил. А я напоминаю, что рабочий своим конкретным трудом переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт, это раз. И во-вторых, абстрактным трудом создают новую стоимость. Эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость. И в соответствии с экономическими законами капиталистического товарного производства она принадлежит кому? Капиталисту. Что капиталист делает? Он возвращает рабочий правильно сказать. Не стоимость рабочей, а часть. Есть заработная плата. Совершенно верно. Вот мы приходим к еще одному понятию, категории. Что такое заработная плата? или цена? Заработная плата. Чем отличается от стоимости товара рабочей силы? Это денежное выражение стоимости товара рабочей силы. Ну а денежное выражение может колебаться в любую сторону. Кстати, может и в сторону высшей стоимости рабочей силы. Теоретически можем исключить такую возможность? Нет, конечно. Почему нельзя? Но, как правило, идет вниз. Ну а прибавочная стоимость полностью принадлежит на все сто процентов капиталистов. Но она уже принимает на поверхности экономических явлений форму прибыли. Поскольку в голове капиталист может и не знать этого, ему не нужно знать. Он вложил капитал, а капитал это средства производства и затраты на рабочие силы. Капитал принесло ему прибыль. И чем определяется размер заработной платы? При столкновении равных прав, а юридически равные права. Не нравится ему этого капиталиста ? Развернулись, ушли, пошли к другому, того не нравится, пошли к третьему. При столкновении равных прав что решает? Сила. Сила решает. Поэтому а какая сила скажем у рабочего класса? Если у капиталиста понятно, сила денег, сила буржуазного государства, сила законодательства, которое выражает прежде всего интересы класса капиталиста. А у рабочего класса какая сила? Только одна. Если ее нет, то что будет? Вот ситуация, в массе своей нет, вот такая ситуация, которая сложилась. стоимость товара рабочей силы, вот посмотрите, 300 тысяч биллион рублей, какая средняя заработная плата? Средняя 55 тысяч, соотношение 1 к 6. Ну а мы должны реальную зарплату скажем рабочую. Если высококвалифицированный цифр 36 тысяч, ну это 18 год, пускай это будет 40 42 тысяч с учетом центра инфляции. Какое соотношение получается 1 к 7 1 к 8? Вот она такая ситуация. Милый импередрюш. Когда я постараюсь закончить, все-таки если не разрешите, вернемся к заявлению высшего должностного лица нашей страны. Как собирается наша власть, буржуазная власть, решать эту проблему низкие доходы граждан, она есть, согласен с вами, она более глубокая, хотя на поверхности она выглядит как низкие доходы. Значит, повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса. вот можно со многим согласиться, вопрос какой экономическая база стоит и политическая, я начну с самого последнего. вот на протяжении 30 лет все должностные лица и самые высокие, которые поменьше, которые сам говорили, что основная беда это у нас нет развития малого бизнеса. Вот все вроде хорошо или относительно хорошо, но наша панацея это развитие малого бизнеса. Поэтому давайте один вопрос рассмотрим. Это не случайно, потому что в головах нашего правящего класса вот такая идея, что малый бизнес, предпринимательство, мелкое среднее предпринимательство, то есть капиталисты пошли бы этого ранга, чего разрешат. Это известная либеральная идея, еще идущая от Адама Смита, что невидимый рока рынка все решит. Ничего делать не надо. Ничего делать не надо. Вот что должен делать в соответствии с этой идеей какой-нибудь министр, скажем, министр финансовый или министр промышленного развития. Ничего. Правильно. Он должен прийти в кабинет тихонечко запереть дверь, отключить телефон, отключить мобильный телефон, отключить интернет и ничего не делать. Не дай Бог он будет делать. Он будет только мешать этой невидимой рока рынка. Поэтому давайте порассуждаем. Вы уже изучили диалектику. Знаете много. диалектика это все-таки наука мышления. общих закономерах всех мышления. Мышления, философия давайте поширяем. Наука развития диалектика. Наука развития всего в природе в обществе. Все развивается. То есть нет ничего раз навсегда данного закоснелого. То же самое капитализм как одна из систем общественного развития. Ведь он когда-то зародился. Он пришел на смену обществу. Затем проходят этапы своего развития. Затем что наступает? Такая хорошая категория прихождение. Он приходит по простому смеху, наступает более прогрессивному строю. То есть капитализм тоже развивающаяся система. А как она развивается? У нас будет в следующем семестре отдельная тема этапа развития капитализма. Но как говорится все раз не развивается развитие происходит через конкуренческую борьбу. Основные этапы развития капитализма первый этап мечта наших нынешних капиталистов это он называется капитализм свободной конкуренции. Когда вот они капиталисты мелкие средние конкурируют между собой повышают производительность труд увеличивают производство все хорошо чинно благопрестойно. На самом деле что происходит? Идет ожесточенная конкурентная борьба. То есть основной механизм развития капитализма конкуренция. Что такое конкуренция? Борьба какая борьба? За частные интересы за интересы прибыли. И что происходит? Вы правильно сказали один побивает другого. Более ловкий более предприимчивый более энергичный побивает других. Успешный это наглость побольше то есть идет процесс укропнения производства концентрации централизации капитала образование монополий и это не потому что капиталисты такие вредоносные нехорошие и жизнь к этому толкает. Вот экономические базис экономические отношения которые существуют независим от воли сознания людей они диктуют капиталистам именно такие действия и что происходит капитализм переходит помимо капиталистов субъектов отношений товарно-производства этих агентов рыночных отношений в следующую стадию монополистического капитализма когда уже в экономике не отдельно эти атомизированные мелкие средние предприниматели уже крупнейшие монополии вершат дела затем и это становится мало и уже буржуазное государство берет на себя ключевые функции экономические и что у нас сегодня мы имеем самых развитых странах на практически государственном монополистическом капитализме и вообще к этой эпохе империализма началась на рубеже 19 конца 19 начала 20 века и капитализм он уже весь перерос он уже весь находится в империалистической стадии и куда зовут наши капиталисты нас вот туда на 200 лет назад это возможно вообще вернуться я всегда привожу очень простой пример вот человек он же тоже рождается растет детство юнош зрелые годы затем наступает прихождение и на каждом этапе своего развития какие-то определенные действия должны быть соответствующие этому этапу в трехлетнем возрасте ребенок что должен делать сидеть в песочнице играть лепить пирожные из песочка а в 20 лет а в 30 лет он что должен делать учиться работать семью создавать воспитывать детей и вот представьте ситуацию если родители этого уже 20 лет 30 лет 40 лет его все время толкают нет ты иди в песочнице с утра иди пики пирожки из песка ну что мы скажем насчет этих родителей ну наверное поверхню пальцу и сказано что-то с головой у них не в порядке вот приблизительно то же самое нас толкают наши классы капиталистов вот их мечта то есть толкают туда куда невозможно вернуться поэтому что получается если вернуть вот развитое капиталистическое производство сейчас формируют крупные обобщисленные производства монополии если их разлить на кусочки что получится просто разрушение мы имеем пример наглядный пример что сделали социалистическая экономика социалистическая экономика она функционировала как вообще как единая монополия интереса всеобщества ее начали разбивать на куски и этот процесс еще не остановился до сих пор то есть за 30 лет вообще гору можно свернуть объем промышленного производства Российской Федерации так и не достиг еще уровня 1990 года то есть процессы разрушения по-прежнему у нас преобладают хотя мы как изучавшую диалекцию понимаем что не может быть что-то одного должно быть единство того и другого то есть не тут какие-то процессы созидания строятся заводы развивается но процессы прихождения пока еще преобладают статистика буржуазная статистика эти данные можно взять с сайта Ростат но чтобы выключиться из этой ситуации что говорят у нас капитализм не тот вот не тот капитализм построили и люди не те да вот коррупция воровство а все равно тянут свободный рынок поэтому если в общих чертах развивая ту идею о которой я говорил на первом части что капитализм несмотря на съездки язвы противоречия эксплуататорскую сущность есть форма развития производительных сил современный капитализм какой-то капитализм который регулируется экономикой капиталистической который регулируется монополиями государства так вот в общей постановке вопроса мы должны развивать не мы должны как наше капиталистическое государство если не хотят развиваться они самоуничтожаться должны идти этим путем вот в свое время в позапрошлом году Михаил Васильевич написали большое письмо президенту России с перечнем мер по выходу России из безнадежного состояния финансовой сырьевой периферии американского капитала там на 7 пунктов я вам перечислю думаю может обсудим если она не разинтересует первое разработать и принять долгосрочную программу развития России предусматривающую выход на высший каким-то мировой уровень ну скажите пожалуйста вот я вам сейчас изложил что стоимость рабочей силы там 300 тысяч рублей вам нравится эта идея? да нравится идея? там средняя зарплата 55 тысяч рублей хотя реальная утрулящаяся вот она ниже будет за год можно достичь этого уровня? на отдельных предприятиях можно где высочайший уровень производительности труда и приискать коллективных действиях можно но в целом стране нельзя что нужно сделать поэтому буржуазные власти ну какую-то программу какую-то план ведь попытки эти были попытки эти были вот они как-то похоронены похоронены тем что в головах пока вот эта идея всемогущества невидимой руки рынка преобладает была разработана несколько лет назад комплексная программа социально-экономического развития России но программа чем от плана отличается? план это система обязательная для выполнения требований программа ну вроде как естественно годы прошли сроки закончились ничего не выполнено закон стране приняли замечательный закон государственным планированием это шаг вперед это шаг уже к развитому капитализму закон приняли а плана как нет так и нет как не было так и нет то есть вот есть силы внутри класса капиталистов которые тянут нас назад туда в эпоху свободного капитализма свободной конкуренции но это невозможно повторить будет разрушение а в чем их выгода? выгода? а я думаю что в условиях бесконтрольности ведь что такое государство буржуазное? государство это аппарат контроля ну можно так сказать это комитет по делам управления буржуазией контролью всей в целом буржуазией это организованный господствующий класс капиталистов то есть это вот такой аппарат который как бы контролирует деятельность всех капиталистов и причем что он может сделать? есть капиталисты которые зарываются их масса что он делает с ними? он создает а самый зарывающийся тюрьму сажает так это? да а когда эти уже ослаблены со стороны буржуазного государства что вот этим рвачам и прочим хапуем просторное поле деятельности дальше установить нормы амортизации предусматривающие полное обновление основного капитала в срок менее 10 лет ввести ответственность в том числе уголовную за нарушение норм амортизации и нецелевое использование средств амортизационного фонда третье установить норму накопления от которой непосредственно зависят темпы роста для государственных предприятий находящихся в собственности буржуазного государства 80 процентов прибыли для частных предприятий 60 установить ключевую ставку центрального банка на уровне 0 процентов маржу коммерческих банков по кредитам ЦБ не выше 1 процента пятое ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц установив для малоимущих ставку 0 процентов для имущих прогрессивную вплоть до 65 процентов шестое на основе роста производительности труда и в целях стимулирования научно-технического прогресса предусмотреть поэтапный переход к 6-ти часовому рабочему дню при повышении уровня реального содержания заработной платы ну и седьмой осуществить меры предложенные академиком Глазиум по перекрытию каналов вывода капиталов и спекулятивных валютных операций давайте перейдем к вопросам поскольку полагается второй час дискуссии обсуждения ответственные вопросы ваши выступления пожалуйста у меня вопрос такой вы сейчас последнее предложение сказали вывод и вывоз капитала чем они отличаются значит вывоз капитала это экономические явления оно свойственно монополистическому капитализму если точный термин сказать точное сказать понятие это вывоз зарубеж стоимости с целью извлечения прибавочной стоимости но может сходу не сразу ухватить вот в эпоху империализма или монополистического капитализма сферы приложения внутри страны капиталов уже нет тесно там капиталисты крупных стран тех которые стремятся стать империалистическим государством то есть есть так называемый избыток капиталов куда их направляют эти капиталы другие страны другие страны то есть когда капиталисты одной страны вывозят капиталы в другую страну там покупают либо строят заводы нанимают рабочую силу тех государств на этих заводах принадлежащим уже капиталистам данной первой страны производится продукция рабочие создают стоимость прибавочную стоимость и эта прибавочная стоимость присваивается и вывозится капиталистам первой страны монополистической страны это есть вывоз капитала и это один из основных экономических признаков империализма или монополистической капитализма вывод капитала это явление другое вот оно свойственно для для многих стран но типично для буржуазной России 30 лет что такое вывод капитала это когда капиталисты нашей страны вот на заводах в России на которых производится рабочие и производится продукция в которой включена прибавочная стоимость что они делают они эту прибыль выводят другие страны есть такая так называемая оффшоры слышно это небольшие государства карликовые с льготным налогообложением льготное налогообложение это когда не нужно платить налоги вот эти прибыли создаваемые на стране выводятся в ту страну там легализуются и затем уже используются этими капиталистами нашими капиталистами своих каких-то интересов то есть это вывод капитала то есть эта прибыль используется не внутри страны для развития производства и не даже в тех странах куда выводятся где строятся заводы потому что вы можете зайти на сайт центрального банка сейчас несмотря на то что я критикую буржуазную статистику кое-что там много интересного и полезного можно найти куда вывозят капиталы выводят капиталы российские капиталисты по странам чем называют страны Кипр Кипр он был на первом месте Кипр Сингапур Багамские острова Диргинские острова острова Астровомейные много Нидерланды но там тоже льготные вот куда выводят Люксембург миллиарды долларов выводятся там же у них конторы и все процесс легализации этих средств поставлен на поток давайте пошире возьмем вообще нормальный капитализм нормальный капитализм это тот капитализм который эксплуатирует рабочих на который вкладывает производство потому что вернемся к определению капитала понятию капитала это самовозрастающая стоимость она возрастает за счет чего развития за счет развития а развития за счет строительства новых заводов привлечения новой рабочей силы увеличение производительности труда в этом-то должно пухнуть пухнуть пределы самовозрастанию стоимость есть какие-то нет нет конечно если у тебя миллион рублей желанец если стоим 10 миллионов стоят и так далее там миллиарды и пошло предела самовозрастания капиталов нет а источник здесь этого самовозрастания один то есть надо развивать производство что чтобы развивать производство вот мы вернемся к этому письму есть очень простые вещи первое есть простое воспроизводство есть расширенное простое воспроизводство когда в неизменных масштабах то есть в процессе производства идет потребление средств производства средства производства это орудие предмет труда но проще говоря потребляются станки потребляется электроэнергия потребляется топливо и так далее что должен сделать капиталист после цикла производства восстановить восстановить потребленные средства производства это его задача первая простейшая и капитализм создал этот механизм совершенно правильно сказали механизм амортизации есть такое явление амортизация это перенос стоимости средств производства на готовый продукт как это происходит на поверхности явлений мы сейчас так глубину заглянули а то что сидит бухгалтер раз в месяц раз квартал у нее здесь такой грозбук толстый несколько суть устранить называется норм амортизации их устанавливает буржуазное государство норм амортизации это те проценты которую как устанавливаться к определенным видам средств производства которые нужно относить вот амортизацию так называемый амортизационный фонд то сидит бухгалтер и делает калькуляцию за счет вот у меня список основных средств или средств производства основных фондах называют этого предприятия разбиты по видам но что одно дело станок другое дело автомобиль третье дело здание здание ему же 30 40 50 лет простое и уже нужно каждый год возобновлять а машина автомобиль может 23 года и нужно менять станок там 5 6 7 10 лет и так далее максимум вот возьмем станок предположим по нормативам служит 10 лет стоимость в миллион рублей что должен делать капиталист чтобы но через 10 лет станок умрет его нужно купить нужно купить но каждый год он должен по 100 тысяч рублей откладывать в этот амортизационный фонд вот бухгалтер чем и занимается пишет надо вот в этот год на этот станок 100 тысяч куда эти 100 тысяч попадают включаются бухгалтером в издержки производства издержки производства издержки производства издержки по производства что попадает еще заработная плата так англо это много чем оборотные средства те которые сразу потребуется и амортизация основных фондов основных средств попали в издержки производства затем делаю оценку прибыль продают продукцию завод живой функционирующий все нормально выпускается продукция после продажи продукции что поступает капиталистов выручка выручка от проданы продукции и в этой выручки уже заложено средства на амортизацию если станок служит 10 лет в этот год он получил 100000 что должен капитале сделать с этими 100 тысяч отложить отложить куда то скажем на банковский депозит пускай лежат так через 10 лет накопится миллион купить новый станок что делают российские капиталисты мартизацию закладывают правильно но карман то есть значительно часть средств предназначенных на восстановление пока только простое восстановление средств производства выводится уже выведена за рубеж я цифры потом вам приведу и это одна сторона медали вторая то есть мы говорили о простом воспроизводстве то есть воспроизводство в неизменном масштабе но общество должно развиваться и поэтому характерно для капиталистического производства для нормального расширенной воспроизводки за счет чего идет расширение производства капиталистов не с точки зрения экономической то есть нужны деньги правильно на который зачет расширения производства расширение производства предполагает покупку новых средств производства дополнительных и привлечение новой дополнительно рабочей силы каков из точек денежный вот этих прибыль прибавочная стоимость вот они покупают капиталисты получают прибыль куда она идет частично должна идти на потребление так как но мы понимаем что капиталистов не тема штабы потребления только одна картошка не только тишина нужно дворцы и яхты самолеты да бог с ним но часть прибыли часть прибавочная стоимость он должен направлять на расширение производства ведь по определению капитал самовозрастающая стоимость вот он источник самовозрастания вот он идет процесс и вот он эксплуатирует рабочих высосал прибавочную стоимость часть снова отправил на дальнейшее развитие производства привлечения новой рассудки рабочей силы еще больше и так растет 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 этот процесс называется накопление капиталистическое накопление то есть капитализация части прибавочной стоимости или иначе сказать направление части прибавочной стоимости на расширение производства и третье заработная плата ну вот вас в капитале когда рассматривал с первых стоимость рабочей силы вот это стоимость капиталистически произведенного товара сделал предположение что вот этот в средства на заработную плату переменный капитал соответствует стоимости рабочей силы хотя на самом деле рабочий получает заработную плату которая как у нас выясняется на в разы ниже стоимости рабочей силы то есть капиталисты по простому говоря российские капиталисты не доплачивают массовом порядке своими наемным рабочим не плачут это куда деньги идут туда то есть получается вывод вывод капитала идет по трем позициям вывод то есть прибыль туда уходит средства часть средств предназначенных на восстановление только восстановление основных фондов и часть не мог через заработной платы я могу такую статистику приводить привести я как-то приводил в году наверно в девятнадцатом вчера посмотрел по данным уже 19 20 года я и веду эту статистику 2007 года значит по данным ростата сумма амортизационных отчислений составил 64 2 десятых триллиона рублей триллиона то есть за эти по двадцатый год сколько получается 13 лет правильно за 13 лет российские капиталисты это только предприниматели отправили и сформировали амортизационные отчисления на 64 миллиарда рублей у триллиона рублей за эти же годы получили прибыли сто двадцать пять триллионов рублей но предположим я сделал предположение вот если мы пишем что нужно не менее 60 процентов прибыли но для простоты пускай 50 процентов прибыли он проил пропил прогулял пропутил на 50 процентов должен направить на накопление капитала это составляет шестьдесят два с половиной триллиона рублей соответственно у российских капиталистов за 13 лет должно было накопиться денежек сто двадцать шесть и семь десятых триллиона рублей эти деньги должны пойти на восстановление потребленных средств производства и накопление а сколько направлено за эти 13 лет собственные средства фактически направлены на инвестиции составили всего шестьдесят восемь триллионов рублей какая разница получается 58 и шесть десятых триллиона рублей вот она пока повисает в воздухе мы можем предположить что у нас такие капиталисты неторопливые они сидят раздумывают долго они где-то хранят эти денежки а значит предположим да эти деньги где не должны хранить на банковских счетах но не под подушкой же триллион рублей правильно тем более нас расчеты безналисты массе своей так вот если вы зайдете в другую статистику же на сайт центрального банка на 1 января двадцатого года все депозиты юридических лиц и все средства на счетах текущих прочих составили всего 23 9 десятых триллиона рублей это средство и государственных организаций это средство предназначено оборотное средство а сколько должно быть 60 нет еще не считая того что здесь из этих 24 триллионов надо убрать средства государственных предприятий и средства предназначено оборотное средство то есть наоборот на зарплату рабочим на на плату электроэнергии много много на самом то деле вот этой разницы уже давно нет она бы была ее просто нет где она конечно конечно и цифры скажем даже буржуазные экономисты прогрессивно только как глазик называют цифры граммами я радостью от 500 миллиардов до триллиона долларов в том числе западные источники ну триллион триллион долларов сколько 70 полтриллиона 35 вот средний где-то и получается вот она нехватка 40 50 гривен государственный бюджет российской федерации годовой сколько составляет округленно весь вас совершенно верно порядок цифру 20 миллионов значит сколько здесь годовых бюджетов уже туда вот они наши капиталисты российские вот чем занимаются пожалуйста с вы имеете кредитная но можно посмотреть и зайти сейчас на сайт центральная банка конечно вот пределы роста пределы развития капитализма а если рынок хочется ограничится рынок вот он глобальный все расширяться не буду продавать никому больше ничего значит чем существуем при ализма с точки зрения диалектики давать постоянную борьба империалистических стран за передел передел сначала за захват а затем за передел то с этим мы будем до поставить империалист постоянный источник война но давайте проследим историю 1917 какие страны можно можно было отнести к империалистическим государством то есть тем которые гробки тех империалистических хищников акул которые грабят остальной мир значит старый свет давать франция англия великобритания франция и германия за новостью среднего штата америки япония мы россии 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 вот были 6 государств которые грабили весь мир после второй мировой войны что произошло национально-собидительное движение нет мы рассматриваем соотношение силы в империалистической части мира вы правильно сказали но они там одна государства сказать одна сторона является крупнейшей империалистической державой соединенных штат америки есть акулы помельче они то можно они такой консолидировались но у старой света я не решаю в зависимости добровольно-принудительном порядке давайте еще раз значит суть империализма в постоянной борьбе вот этих хищников за передел мира в этом суть их это постоянная конкурентная борьба жесточенная вплоть до войн между ними передышки между войнами бывают естественно бываете надо помириться бываем жены поэтому консолидация книг ланды вторично на самом деле думают постоянно такая борьба я считаю люблю приводить пример из мира живой природы большая акула плавать по океану высматривать жертву а украине помельче вот так они живут ну как только вот время насколько выполняет функцию эти мелкие акулы поменьше как загоняет может быть жертву большая хватит и затем раздирают здесь такие же отношения то есть на сегодня до крупнейшие империалистическая держава соединенных штат америки и поменьше великобритания германия франция остаются конечно вот один из признаков империализма раздел территориальный раздел меры между крупнейшими империалистическими державами создание системы колониализма после второго мировой войны особенно в 60-е годы у нас произошло массовое скажем так освобождение нельзя сказать колониальной зависимости получение политической независимости большим количеством государств то есть в африке в азии так далее ну мы можем сделать вывод что колониализм колониализм исчез нет потому что колониализм что это система ограбления вот этими хищниками периодически не более слабых стран система осталась осталась только и видоизменилась да сейчас у нас там 200 с лишним государств независимых вроде бы у них свои флаги гимны и так далее система ограбления осталась причем эти методы я хотел могу сейчас рассказать можно попозже стали удивительно тонкий то есть никогда не откажутся от применения военной силы но действует таким образом вот приходит и говорят ты будешь не платить отказываешься вот тогда значит тут же авианосцы подгоняются до всякие самолеты там агаски а так система идеально отработана и в соединенных штатами америки комар носа не потучит прежде всего финансовой сфере где господствует доллар там не на десятки сотни методов когда всякие ручейки стекаются карманы крупнейших империалистов но мы рассмотрим на на следующем если будет интересно то есть способ один способ я думаю здесь характер эпохи это она остается по-прежнему эта эпоха перехода от капитализма коммунизма в семейном масштабе вот если будет развиваться социалистический лагерь несмотря на скажем контрреволюции совершенной в крупнейшей стране социализма ссср и ряд других стран мир этот лагерь социализма остался кто туда входит китайская народная республика алаос куба вьетнам и корейская народная демократическая республика но вот если посмотреть на развитие экономическое развитие китайской народной республики а это социалистическая страна не обращаю внимание в которой социализм еще не построен что это означает что в экономике в базе отношениях у них еще переходный период от капитализма к коммунизму и в экономике китайской народной республики присутствует как коммунистический уклад государства как и капиталистический уклад и мелкотоварный там будет очень разношенная борьба неизвестно хоть еще чем закончится кто кого то есть там получается как бы государство обладает основными средствами производства есть еще частные средства конечно и это называется уклады сейчас я закончу свою мысль но в последние годы десятилетия китайская народная республика демонстрирует удивительно высочайшие темпы развития зайдите сейчас в интернет наберите всемирный банк или мвф международный валютный фонд они дают статистике называемый ввп валовый внутренний продукт так вот если еще в номинальном исчислении сша на первом месте то есть и смотрит по так называемым паритету покупательной способности нижней инвестиции то китай уже однозначно перегнала соединенные штаты америки самая крупная экономическая держава извиняюсь вас перебил непонятно насчет китая там отдельные какие-то отказы являются государственными или же нам есть государственное планирование и они дают заказы частным компаниям как это вообще не все давайте плясать от печки вот стране капиталистической совершена социалистической революции то есть власти капиталистов прогнали не до конца власти пришел рабочий класс установлена диктатура при этом ему с полным основанием говорит что это социалистическое государство а что в экономике ну скажем у нас 7 ноября была революция социалистическая 8 ноября что в экономике были советской россии капиталистической капитализм нет и и мелкотоварный для россии было характерно мелкотоварное производство большая часть населения 100 миллионов к 7 крестьяне составляли это мелкий товаропроизводитель мелкотоварный уклад а мелкотоварный уклад как мы на первом части в кратце становились это паспорт постоянно ежеминутно ежечасно ежесекунда рождает капитализм это вот родственные уклады и лишь начале восемнадцатого года начался процесс национализации крупнейших в чем-то как крупнейший катаристических предприятий вошел сказать название советского зала команды высотой экономики вот был сформирован только государственный уклад еще не в полной мере коммунистический почему а потому что он функционирует эти предприятия национализированы они функционируют еще на как на коммерческих основаниях и вы получали так далее но уже начался процесс вот он был сформирован государственный коммунистический уклад уклад этот часть экономики основана на каком-то там и присутствует оставался капиталистический укладки мелкотоварный вот три основных россии еще были два государственной капитализме патриархальный хозяйство натуральный но они не являются обязательными вот три основных и поскольку переход идет от капитализма коммунизма то что вот столкновение борьба этих укладов кто кого победит либо коммунистический уклад одолеет капиталистические мелкотоварные либо те и придется как снова возврат капитализма в ссср середине тридцатых годов победу держал коммунистический уклад мелкотоварные и капиталистические в целом были вытеснены что в китайской народной республике вот у них там есть вот эти уклады из в экономике до перехода период наличие многоукладной экономики с одной стороны государственный уклад другой стороны вот капиталистический мелкотовар что касается планирования но там есть планировали вот планирование целиком планируем может применяться только для государственных предприятий а для частных предприятий но не частные они с частным интересным что хочу то и делаю да совершенно верно государственный заказ наш на заказ то есть это наподобие того как было вот я в детстве жил и рядышком был там назывался забот пункт какой-то типа вот этого но заготовительный пункт куда люди могли допустим лазу нести ягоды металлолом но только что единственное здесь как бы мелкотоварный предводитель получился нет государственный заказ это все-таки более серьезное дело только что масштабы может быть немножко вот смотрите вы премьер-министр вот вы знаете есть предприятие государственной собственности это коллективная собственность капиталистов это не народное предприятие другого вас понятное дело там назначается вами директор генеральный министр начать и государство может напрямую давать плановые задания этим государственным предприятиям поскольку они не могут учиться его собственность есть частный сектор ну как вот может буржуазное государство приказать капиталисту как не может она может его привлечь экономически сделать государственный выгодный государственный заказ вот вы нам изготовь что-то мы тебе заплатим столько вот о чем идет речь для частных предприятий это государственные заказы если планирование но для государственных предприятий там доказать то есть это в принципе получается что здесь самый частный мелкий капиталист да он как бы не входит в государственный сектор но выполняет его заказы да а в россии если допустим перенести может быть не такой не очень хороший пример допустим взять россию там конца двадцатых начало 50-х годов когда была коллективизация и перед большевиками была задача избавиться от такого элемента населения как кулака они путем объединения вот этих товарных производителей бедняков и середняков на основе их поев создавали колхоз но колхоз другое это не государственный заказ конечно нет это совсем другое дело то есть государственный заказ это метод государственного регулирования экономии то есть вот это предприятие как было частно так она остается она же может быть крупно и крупными мелким мелкие предприятия не получает они не осилить государственный заказ крупная крупная монополия буржуазчастная получает государственный заказ и она мелким отдает субзаказы субподрядчики и так далее как бы основная суть это цель расти и принципе это его и суть а в итоге ведь эти явления не могут начать масштабироваться и не в пользу того же самого государства и в угоду может все можно рискать потому что жизнь противоречива но общее направление развития капитализма идет именно поэтому я вот вам приведу такой простой пример очень показательно крупнейшая вот возьмем вот тоже крупная государство россия я относительно недавно был поражен степень имею ученого для меня было откровение что в этой империалистической державе крупнейшей действует свой госплан я беру слово в кавычке госплан называется федеральная контрактная система приведу такие цифры через федеральную контрактную систему то есть американский госплан заходит 92 процента все номенклатуры продукции номенклатуры это вы знаете перечень конкретных номинальных продуктов то есть это такая цифра я думаю в ссср который назвали сверх административность эти сверх централизованный такого не было общее количество сотрудников этого американской федеральной контрактной системы 400 тысяч человек это чиновники начиная тех которые сидят там вашингтоне и кончает как нас были военпред вот у них есть военпреданных и на предприятиях вот такая структура вертикать власти не аналог я в кавычке беру значит планирование или госплан может действовать для единой экономики капиталистической экономики даже самой развитой самой централизованной только частично может быть госплан там есть единство госплан для государственных предприятий и государственный заказ для частных предприятий так вот федеральная контрактная система она хватает то есть его государственные заказы для вот этих монополий американские и у них есть место централизованного планирования есть система программирования во всех капиталистических странах я уже говорил план это что такое короткость система задание обязательны для выполнение. Вот я устанавливаю план, сделай то-то, пойди туда. Шаг левый, шаг правый, это все. Программа, это несколько другое. Во-первых, программа охватывает часть какой-то экономики, какую-то отрасль, в этой отрасли подотрасль, какое направление, территориально, ведомственное различие и так далее. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, правда, начало 2000-х годов действовало более 2000 государственных программ. Для сравнения, вы можете зайти сейчас на сайт, официальный сайт, называется «Государственная программа Российской Федерации». Можем поиграть в игру. Знаете, холодно, горячо. Сколько, как вы думаете, в нашей стране, в нашей буржуазной России программ? А программа, это один из основных инструментов развития капитализма, современного капитализма, а не отстал. Одна. У кого не садка. Теплее. Пять. Холодно, холодно. Ладно, не буду. 46 программ. Вот представляете, да, значит, наши капиталисты хотят… Владимир Владимирович правильно сказал, нам нужно достичь уровня разных стран. Правильно задача поставлена. Под это же должны быть инструменты современные, да? Это работает надо. 46 программ, а ну-то 2000. То есть, вот о различии. Можно еще вопрос. Конечно. Слали письмо Путину говорить, а если он является представителем вот тех капиталистов крупных, которые выводят, собственно, капитал, почему он был… На что была надежда? Значит, высшее должностное лицо в нашей иерархии, он представляет весь класс капиталистов. Так? А вот в нашем классе капиталистов, но видны две группировки и две тенденции. Их условно так можно назвать. Первое, условно повторяю, в короче, так называемая отечественная буржуазия. То есть, та, которая… Ну, как бы… Своё благополучие… Слово-то здесь нельзя такое использовать. Возможность получения прибыли строить на том, чтобы вот эксплуатировать российских рабочих и, соответственно, развивать здесь, что-то развивать. Так сказать, самоозрастающий капитал. И вторая, так называемая компрадорская, в которой заводы-то здесь, рабочие на ней трудятся, а прибыльные все вводят туда. То есть, у нас две тенденции. И власть ужасная, вот она между этими двумя группировками вот так вот и манирует. Вот сюда. Пытается и здесь интерес соблюсти, и здесь. На самом деле, что получается? Но в головах у них ещё сидят идеи вот этой либерального толка. Крепко сидят, что рынок решит всё, что не нужно уменьшить эту экономику. Вот он сам решит. На самом деле, есть такая хорошая поговорка. Он не решает, а порешит экономику, что и получается. То есть, там идёт борьба. И должностные лица, и президент, и премьер-министр, они отражают вот эту борьбу. Могу сказать, что по действиям, по лициям, которые мы видим в правительстве, финансово-экономический блок, это на 100 процентов, включая Центральный банк, это представитель вот этого так называемого либерального направления. То есть, отсталого направления экономической мысли. Вот, скажем, Академия Глазьев, он представитель прогрессивного направления с точки зрения развития композиции. В связи с чем так... Ну, так сложилось, сложилось. Ну, что ж так делать. Оно так сложилось, а не иначе. Давайте заканчивать. Значит, тогда с вас контрольной работы... А сколько вопросов? Нет. Там написано, до трёх. До трёх. Значит, есть герои, которые Настюр отвечают в единице. Ну, так... Большую часть вопросов вам надо самостоятельно покорпеть, подумать. Это опять 150. Как получится? Три вопроса ответить. Я думаю, вполне достаточно. Посидеть. Коротко, кратко, сестра Таланта. То есть, это там же есть? Да. Я, как правило, обезунусь, даю гарантию, что проверю все контрольные работы, которые поступят по состоянию, ну, наверное, на утро вторника. Да. Потому что я ж тоже работаю, мне надо время. Я могу по ночам, так сказать. Ну, если... Если вы успеете написать их до вторника, то мы их обсудим. Это же гораздо интереснее. И вы через голову пропустите вопросы. Что-то будет правильное, что-то неправильное. В чём-то и меня, скажем, поправить, направить. Если позже, то только получите ответы. Тоже мы понимаем. Всякое, в чем вы работаете. Всё, до свидания. Встречаемся через неделю. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok